Я фамилию не называл. Я фамилию не называл. Он сказал, что порядка 30% от выигранных грантов уходит в центральную кассу. Хотелось бы узнать ваше мнение. Не хотите ли менять эту систему распределения грантов и вообще куда уходит эти деньги? Пункт О – тех самых правил внутреннего распорядка. На самом деле, если наши преподаватели получают гранты. Значит, у нас мы берем накладные расходы 15%. Это максимум. Больше того, мы идем по пути снижения этих накладных расходов до 10%, а где и до 5%, а где и вообще 0%. По-разному разные гранты мы облагаем этим налогом внутренним. Но еще и решение принято было, когда я еще будучи проректором, тогда мне удалось убедить руководство университета в том, что даже эти накладные расходы не идут в общую копилку университета. Они идут как реинвестиция в развитие научных направлений и поддержку научных школ. То есть мы на самом деле используем их, и до сих пор эта система работает, для того, чтобы помочь подняться в науке молодым ученым, либо поддержать те коллективы, которые сегодня уже сложились, и им необходимо приобретение оборудования, например. То есть вообще-то говоря, откуда эти 30% взялись, я не знаю. И как они расходуются, я вам объяснил. Вопросы автономизации, они не такие простые. Одно дело декларации об этом, а другое дело подумать, что за этим стоит. Вот смотрите, если мы говорим о полной автономизации, то есть получили какие-то ресурсы, бюджетные, внебюджетные, и избрали своего декана сами, и как-то там управляют. Нужно тогда понять, что вам нужно содержать помещение, обслуживать там делопроизводство, и там много чего еще. И самое главное, что ни один факультет в этом случае, какие-то серьезные накопления для того, чтобы приобрести серьезное дорогостоящее оборудование, или провести какой-то хороший нормальный капитальный ремонт корпуса, в котором находится факультет, или построить тем более нечто, бассейн или спортивный комплекс, не в состоянии. Вот это к чему придет автономизация в конечном итоге. Даже об этом не обсуждают. Просто слово трудно подобрать, как это определить, скажем, вот этому направлению. А я вам скажу, это кандидаты, которые, ну, на самом деле, по профессии юристы или экономисты, эти факультеты сейчас живут очень хорошо, но у нас есть факультеты, скажем так, прибороемкие. То есть те, кому для исследований, для научных нужны приборы в большом количестве и дорогостоящие. Поэтому вот... Я по-другому бы сказал. Вот смотрите, вот если есть университет как единое целое, без автономизации, если уж этот термин сейчас пошел в обиход у нас с вами в разговоре, то тогда, казалось бы, правильно. Конечно, факультеты должны иметь какие-то ресурсы для реализации своих, не корпоративного характера направлений деятельности. Да, у каждого есть своя специфика. И такой ресурс надо им отдавать. Но для того, чтобы университет развивался в целом, конечно же, надо, вот, надо, скажем, пяти факультетам, как вот, если Дана Юрьевна сказала, наукоемки, там, где нужно серьезное оборудование дорогостоящее. Иначе они развалятся, и наука как таковая развалится. Наука сегодня очень серьезный показатель для любого вуза, в том числе и для нашего университета. Надо вложить туда деньги.